Средняя школа номер 8, Орша, первая в регионе, получила почетный статус школы мира. Символично, что это происходит в год исторической памяти. Мне случайно говорят, что мир это не только отсутствие войны, это и внутренний мир каждого человека, это и окружающий мир. А все-таки окружающий мир, дорогие ребята, мы создаем с вами сами. Каким образом? Нашими мыслями, нашими словами и нашими поступками. Поэтому давайте будем думать о мире, давайте будем говорить о мире и давайте будем делать добрые дела для того, чтобы наша любимая прекрасная страна никогда не увидела больше ужасов войны. Директору 12-й Витебской области школы мира Елене Коровиной вручили свидетельство о присвоении статуса. Школе номер 8 есть чем гордиться. На протяжении последних 7 лет она лучшая в районе по организации воспитательной работы. Статус школы мира это не только достаточно почетный, но это несет определенную ответственность и обязанности, наверное, нам вместе с вами более активнее работать. И, конечно, фонд мира, он призван содействовать педагогам в этой работе. Он каким образом? Мы будем действительно вас привлекать более активно к нашим миротворческим мероприятиям. Председатель правления областного отделения общественного объединения Белорусский фонд мира Татьяна Туманова отметила, что главным достоянием нашей страны являются дети. А какими они вырастут, зависит от нас, взрослых. Поэтому программы, акции, другие мероприятия, которые проводит фонд мира, направлены на воспитание патриотизма и миролюбия, подчеркнула она. О том, что сегодня школа признана не только давать знания и умения, а формировать гражданскую позицию, продвигать идеи мира, учить сотрудничать, сказал на торжестве заместитель председателя Оршанского райисполкома Виктор Калачев. Мы должны с вами не забывать, что школа мира – это почетный статус, который мы должны почетно нести. В связи с этим, от Оршанского районного исполнительного комитета разрешится выразить благодарность, Максиму Владимировичу, вам за то оказанное доверие нашей восьмой школе. Конечно, хочется сказать Василию Антоновичу, выпускнику восьмой школы, хоть он так скромный, который все равно приложил руку к данному проекту. Большое слово благодарности. Первая первичная организация фонда мира была в родильном доме. И очень здорово, что сегодня первая школа мира – это Ваша восьмая школа. Мне хочется пожелать вам, ребята, успехов на этом работе, ведь путь этот очень сложный, потому что вы будете нести идеи мира всем вашим одноклассникам, одногруппникам. То есть все мероприятия, которые будут проходить в городе, вы будете первыми, и все будут знать, что это вы. Подарок школе номер восемь депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Инна Крачек вручила книгу «Они были первыми». Издание посвящено депутатам Верховного Совета БССР первого созыва погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны. Книга о том, что суверенитет и территориальная целостность – это те вещи, за которые можно пожертвовать жизнью. Инна Юрина подчеркнула, что звание «Школа мира» – почетная обязанность нести идеи мира и взаимопонимания. А книга послужит юным миротворцам примером безграничной преданности своей родине. Почетные гости повязали ребятам голубые шарфы, соответствующие символикой, и присвоили им звание юных миротворцев. Те, в свою очередь, поклялись любить, беречь и защищать Родину, поддерживать идеи мира, добра и гуманизма, укреплять мир на земле. Сергей Бойко, Алексей Цибульский, телекомпания «Скиф». Благодарим Александра Николаева за предоставленные видеоматериалы.